Ему 18 лет. Около 18, да. А чем он болел на протяжении своей жизни? Только мочекаминга или цистит, что-то в этом роде было. Как давно заметили, что он начал? С чего вообще началось? С соплей, с затруднённого дыхания? Да, с одной ноздри, с левой появились выделения, такие гнойные. Где-то в конце апреля, начало мая, вот так вот. Но сейчас со второй. Чихает? Нет, не чихает. Если только вызовешь, чихает. А носик промываете чем-то? А? Носик ничем не промываете? Из раствора только. Да, клык выпал где-то в мае. Ну он не выпал, он откололся. Тут корень здесь стоит. Он кушает? Ну вот, походу, со вчерашнего дня он как-то это... Ну, наверное, после того, как носик промоете, получше кушает? Он прям сильно хрипеть стал. Просто. А анализы какие-то сдавали ещё, кроме рентгена? Нет, ничего не сдавали, только рентген. Ну, не назначали ничего, мы как-то... Похудел давно? Или он всегда такой комплект? Нет, с мая вот. Вот он как заболел, так и он скованный какой-то стал весь какой-то... А вот такая шкурка пластилиновая давно? Вот видите, я делаю складочку, и она станет колой. Ну, это вот как уколы стали вот эти делать. Вот я скидывала четыре укола. Вот он стал как-то и тормозить, вот так зависать. Сядет, так сидит, или станет, стоит. И весь как каменный такой. Стул? Нормальный, да. Только почему-то рядом с туалетом писит. Ну, тут уже может быть поведенческая история, связанная с возрастом. Я видела, вы там принимали доксициклин или сумамед. Доксициклин, да. Сколько применяли? Две недели. И по... Нули? По 2, по-моему, миллилитра. Короче, на 10... Эту таблетку, капсулу на 10 миллилитров разводили. И, по-моему, по 2 миллилитра. Или по миллилитру, что-то я не помню сейчас уже. Свети в рот сейчас мне. Значит, смотрите, что... Здесь может... А где там... Потому что на телефон не брать, бумажка же есть? Или у вас с WhatsApp вы мне рентген описание отправляли? Да, с WhatsApp. Дайте сейчас я открою. Где-то мой дорогой, тяжелый тебе. Он под вечер особенно сильно начинает хрипеть. У него еще лапки очень болят. Да. Ну вот я говорю, почему она форосемит назначила. Вообще без понятия. Форосемит вообще не надо просто так назначить. Ну вот они делали его, да. Значит, смотрите, в идеале, чтобы понять вообще, в каком состоянии код и насколько мы можем с ним дальше взаимодействовать в плане исследования и обследования, как минимум сдается клинический анализ крови, анализа крови. Так, сейчас... Так, сейчас... А вот тут со снимочками. Это мне снимков не досталось. Вот, вот так вот выглядит остеохондро-дистрофия веслоухих кошек. Вот видите, какие изменения в суставах начинаются с возрастом. Так, нас интересует... Значит, смотрите, как бы рентген, это да, одно из исследований, которые, да, проводятся в области головы, но наиболее информативным будет это КТ-исследование, когда у нас, по сути, 3D-картинка его черепа. Потому что на морде, на области головы, очень много маленьких структур. У него же голова маленькая, то у нас можно размахнуться, у нас голова большая. А у них очень маленькая, и наслоение одних структур на других иногда не позволяет в точности дать ответ, есть же там что-то или нет. То есть, может быть, там какое-то новообразование, которое сейчас на рентгене не видно, но оно уже есть. А может быть... Говорят, описывают. Вот, да. И, соответственно, если туда можно залезть, просто что она затрагивает? То есть, они сейчас пишут, что оно, ну, что-то есть. А насколько оно распространено в носовой полости, и какие структуры оно задевает, чтобы нам делать прогноз, просто спрашивают, ну, потому что владельцы обычно спрашивают, что нам делать и как долго, а стоит ли вообще, ну, то есть, дальше что? Как бы тут понятно. И на этот вопрос обычно отвечает КТ-исследование. Но есть один момент, оно проводится под лёгкой седацией. Причём? Под седацией. То есть, животному вводится препарат, который, ну, грубо говоря, как снотворное, и ему нужно там 10 минут полежать. Потому что КТ, ну, как МРТ, да, представляете же, там, где нужно лежать, не двигаться, они же не будут лежать, не двигаться. Вот, плюс, так как котик не до обследования и в плане общего состояния, конечно, ему ещё, как минимум, базовые исследования, анализы в крови и УЗИ брюшной полости делать нужно, потому что если у него есть сопутствующие заболевания, которые также требуют коррекции, что, скорее всего, то их надо корректировать для поддержания его комфортной жизни, ну, исходя из, ну, всего, что есть, условно. То есть, если мы понимаем, что мы с носом ничего сделать не можем, ну, мы не можем отрубить по глазу нос и всё, да, условно, то наша задача максимально ему, ну, сделать жизнь, которая у него осталась, сколько ему ещё суждено, максимально комфортной, да, это может быть медикаментозная терапия, ну, уход это понятно, имеется в виду поддержание в плане какой-то лечебной терапии. Что касаемо его носа, да, можно его промывать, можно промывать физраствором, да, как вы промываете, шприцом заливаете прямо в носик? Я не заливаю, это где-то по чуть-чуть брызгаем, потом на палочке, вот мы накручиваем. Вот, давайте я вам покажу, как нужно промывать нос. Надо вам это снимать? Нет, там, если там брюшная полостили, только мочевой пузырь с почками. Ну, не знаю, если что-то в зоне доступности, то... Ну, я знаю, да, возьму максимально, сейчас будешь недоволен, это понятно, сейчас я посмотрю, я просто боюсь найти этот... Он это все дело глотает, аж физраствором, но он в любом случае это все дело будет глотать. Ну, куда? Они высмаркиваться не умеют. Как я запаковать-то? Мартышка. Может быть, я вон там этот клеенку подстилаю? Мне клеенка не нужна. У меня есть салфеточка. Смотрите, мы упакуем. Ну, халат не очень удобный для упаковки конструкции. Вот. И заливаем в каждую ноздрю. Помассировать можно. Вот, вот, давай, давай, давай. И он начнет вычихиваться. То есть наша задача максимально освободить ему нос от того, что в нем присутствует. То, что мы с краю убираем, это понятно. Но у него самое... Давай-давай-давай. Ну, ему нужно максимально нос промыть. У него не выходит ничего. Он может сглатывать, не обязательно. Он может вычихивать. Это может либо туда, либо туда. Капельками в нос никакими не пользовались? Ну, этот називин. А он просто солнцуживающий фигур. У него этот... Нет, абсолютно не реагирует. Он на него и начинает немножко кровоточить левое ноздря. А спит как? Спит постоянно. Бывает, да. Вот в нем он ничего, а вот под ночь он начинает... Особенно, когда идет, у меня такое впечатление, что он это... Что-то сердечное у него, что ли, прям. Вот эта вот хелепота. Сейчас послушаю. Он когда с дивана сходит, идет по полу, и прям у него сильный такой храп. Можно даже физраствор заменить на какой-нибудь Акваламарис, Аквалов, солевой раствор. Он же тоже нейтральный. Ну, даже если он его сглотнет, с ним ничего страшного не случится. Масечка. У меня такое впечатление, что он прям совсем себя плохо чувствует. Ну, конечно, у него, по сути, нарушение дыхания и гипоксия. Ну, все равно голова-то у него страдает от того, что он не может вдохнуть в полной грудью. Естественно, каждый раз это усилие в себя так всасывать этот воздух. Потому что, ну, ртом они так комфортно дышать, как мы, не сильно-то умеют кошки. Ну, то есть вот за одно промывание, шприц 5 мл, промыть носик прям за милую душу. То есть он либо ее сглотнет. Нам важно, чтобы все содержимое, которое там есть, оно сдвинулось с мертвой точки и куда-то бы вышло. И чтобы хоть чуть-чуть, хотя бы этой процедурой, мы ему облегчили носовое дыхание. Ну, поэтому вчера и сегодня он только воду пьет, 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 пьет. Вот, а они кушают? А не кушают, потому что, ну, во-первых, ему неудобно кушать, потому что дышать не очень удобно при этом. То есть он же сейчас в большинстве своем дышит ротиком. И плюс он не чувствует запах еды. А это для них очень важно для приема пищи. И поэтому, возможно, в вашем случае попробуйте подогревать ему еду, чтобы был более сильный аромат. Он кроме сухого ничего не ест. Вчера дала селедку, он ее не стал есть, просто я удивилась. Влажные тоже, да, вообще ни в какую никогда не ел? Мяско ест. А так супы, вот это вообще исключено. Ну, можно попробовать размочить сухой корм чуть-чуть. Может, так получится. Так, по-моему, вот его снимки. Если я ни с кем не пью, то мне тут и бабушка еще синхронно идет. Все, в принципе. Сейчас. Так, а заключение где? А, описание, наверное, нету. Странно должно быть. Это вам картинки Эквилаб прислал? Эквилаб же, да. Это... А, ну вот, единственный чат с ними. Ну, с почками есть. Проблема, чем все? Почему? Ну, нормально, полностью цистит есть. Нет, ну это был два года назад, это понятно. Нет, тогда делали не брюшной полости, а только мочевой пузыри почки. Я знаю, что его побрели так хорошо. Не, ну, побрели, да, потому что картинка в этом случае будет. Еще, вот так вот, сказал же, да, делает лучевую терапию? Да. Просто смотрите, какой план может быть. Если его состояние позволяет нам сделать ему седацию, чтобы сделать КТ-исследование, то мы делаем, допустим, это исследование, смотрим, насколько все это криминально и какие ткани затронуты. И если есть предположение, ну, уже это врач будет КТ описывать, потому что это может быть, если это, например, какое-то новообразование, то здесь два варианта. Либо пробовать химию делать, либо второй вариант – это лучевая терапия. Волна Т, кстати, делается у животных. То есть что она даст? Мы не вылечим рак, но мы сможем уменьшить, если мы говорим про какой-то объем, но мы сможем его уменьшить, чтобы он комфортно себя чувствовал хотя бы на уменьшенном новообразовании носа, чтобы дыхание улучшилось. То есть наша задача, очень многие думают, что нам нужно бороться с раком. Мы иногда не боремся с раком, мы иногда просто делаем все то, чтобы облегчить и сделать комфортную жизнь животному вот с этим диагнозом и с этим заболеванием. Просто вот три врача, когда они сказали, что это не выдержит ни химиотерапию, ни операцию, ни наркоз. Я поэтому с пометкой «Если его состояние позволит». Мы не знаем. Мы сейчас видим, да, что он неважно выглядит, что есть проблемы с носовым дыханием, но у нас нет никаких цифр, говорящих о том, что он не выдержит наркоз, что у него там плохо с сердцем или плохо с аналитами. Бывают кошки страшные-страшные, вот такие вот все, как мумии. Им уже 100 миллионов лет. Мы делаем анализы как космонавты. Я mystery, а мумии. Продолжение следует... Нет, каких-то шумов я не слышала у него всех, но таких прям явных. Но в любом случае последнее слово за эхо сердца. Поэтому вам нужно для себя решить, какой путь. То есть мы живём как живём, вот на данном этапе его кормим, уже ничего не делаем резких движений, просто промываем носик симптоматически, делаем какую-то терапию, если на что-то он жалуется, и всё. И вот сколько ему дано, столько дано. Либо второй вариант – опуститься в обследование и понимать, что с ним всё-таки происходит. А может быть такой вариант, что у него настолько сейчас есть нарушение функции почек, или может быть у него есть новообразование ещё во внутренних органах, что уже мы понимаем, что мы не можем... Так, Анастасия, вот с этим хрипом что делать? Вот она делала вот эти вот уколы... Да, он не хрипел. Он не хрипел, но он стал вот такой, какой вот он сейчас стал. Ну, если... так, там был... Сколько он травматин? Вот сейчас... Откройте, пожалуйста. Там он тоже был. Я просто его запомнила. Ой, вы нашу переписку откройте, тогда будет проще. Да, 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 я её открываю. Так, форусимид не уж признает. Ну, в общем, из того, на чём ему становилось легче, это был преднизолон. Вот из четырёх препаратов. Лобилон и травматин, это гомеопатия, от неё не горячо, не холодно, святая вода. Форусимид, вообще не знаю, зачем нужно его очень аккуратно. Собер, это не разрушение функций почек. Преднизолон, да. Единственное, знаете, что мы можем попробовать сделать? Так как принятие преднизолона можем в таблетках начать пить, не обязательно это могут быть уколы. Но так как он у нас будет работать системно, не только на нос, но и на весь организм. Если у них есть какие-то хронические истории, то на них он тоже будет работать, и явно не в лучшую сторону. Если вызвать ещё более обильный рост опухоли, если это онкология. Вот. И мы можем попробовать вместо использовать, ну не спреи, а препараты закапывать в нос с глюкокортикостероидами. И посмотреть, как он, если он на местном применении будет чувствовать себя гораздо лучше, это будет очень хорошо. Мы тогда можем не применять системное, не действовать системно на весь организм, а работать только с носовой полостью его. Потому что что делает этот глюкокортикостероид? Он снимает воспаление, снимает отечность, всё. Он, естественно, это не лечит, просто облегчает. Но вреда не принесёт. Принесёт, конечно. Принесёт? Да, у него очень много побочных действий, в особенности, что касаемо почек. А мы не знаем, на каком состоянии организма его находится. Но иногда нам нечего больше предложить, кроме преднизолона. И мы уже миримся с тем, что могут какие-либо быть побочные явления. Но хотя бы на этом препарате животное себя хорошо чувствует. А сколько уж оно на этом препарате проживёт? Вот вопрос. Давайте попробуем местно. Если сработает, значит местно будем работать. Вот эти капли? Да. Ну это спрей, но в любом случае надо капать. Просто будете выпрыскивать спрей в шприц и шприцом закапывать в носик. Ну вот как промываем, то капать. Так сначала мы хорошенько-хорошенько всё промываем, а потом... Так, через капли тоже вредит, да? Через капли работают местно. Только местно. Нам зачем работать на весь организм, если мы колем уколы, да? Когда у нас вопрос только в носу. Если капли помогут ему облегчить его носовое дыхание, прекрасно, мы тогда сможем избежать. Если нет, тогда нам придётся на него перейти, скорее всего, на постоянной основе. И больше пока мы ничего не придумаем, потому что пока кроме рентгена никаких данных у нас нет. Ну, соответственно. Ясненько. Мы когда были, вот она говорила, это многое, то если увидите, что уже лежит и не ест, ничего-то так, говорит, лучше усыпить. Я даже вообще не рассматриваю это. Нет, никто же не говорит, что сейчас берите это. Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы ему облегчить его состояние. Но когда мы понимаем, что какие-то жизненно важные функции или у нас уже не сохранены, у нас есть сильный болевой синдром или какие-то иные вещи, к сожалению, приходится принимать такие меры, потому что это гораздо гуманнее, чем смотреть, как животное, мучается в боли и просто ждать. Я считаю, это негуманно просто по отношению к животному. Многие люди вот так лежат в коспицах и как бы они хотели эту процедуру, но по понятным причинам её нет. В общем, не будем пока грустным. Давайте пока заниматься с ним в таком формате, в каком есть. Если у него что-то будет болеть, мы будем делать обезболивающее. Если у него что-то будет не так, мы будем это корректировать. Я напишу все рекомендации. Кровь и УЗИ очень рекомендую сделать, чтобы понимать вообще... Брюшной, да? УЗИ брюшной полости. В тот же эквилаб вы можете доехать, сдать анализы натощак и сделать ли это хорошее УЗИ. Это где? Ну, Жубаново. А, в третьем микрорайоне, да? В первом. Первый? Да-да-да. Вот. Так что так. Да, пенсионер. Ну, ладно. Он обычно подойдет, руку вот так ложишь ему, ложится и всё. А здесь вот подойдет, встанет и стоит. Уже вот так вот положишь его. Он не знает, какое место ему найти. Ему и так неудобно, так вроде дышать. Там лапу где-то замкнула. Ну, то есть он всё ищет себе место, которое никак не может найти. По поводу еды, если нет рвоты и он не ест, кормить принудительно. Им нельзя голодать. А какого принудительного? Через шприц. Я вам пришлю, есть паштет специальный для обезушин обезвоженных, для послеоперационных и ослабленных пациентов. В чём его фишка? Он такой воздушной консистенции, паштет. Он достаточно калорийный, легко усвояемый. То есть его надо немного, но при этом животное получит побольше, чем с обычной еды. Соответственно, вы из тёплой водички разводите, берёте тот же шприц, пятёрку, поршень вытаскиваете, ложкой туда накладываете этот паштет, поршень обратно. Также завернули и потихонечку в ротик, по одному миллилитру с глотательными движениями даём. Кушать ему нужно обязательно. Потому что если он начнёт голодать, дальше начнутся каскад необратимых процессов уже в других органах. Хоть он сам и не ест, потому что, скорее всего, тяжело, но потихонечку, тем более если есть возможность кормить часто маленькими порциями, вообще прекрасно. То есть мы можем эту банку растянуть сколько ему нужно на целый день. И для него этого не будет каким-то сильным стрессом, что мы его взяли, и полбанки в него запихиваем за 15 минут. И более-менее туда будет что-то падать. В общем, он сам по себе мало ест с самого изначалия. Да? Дружок-пирожок. Давай, Куш, это отвечай нам на терапию. Сколько раз в день промывать нос? Три раза точно можете это делать. Да? Мы просто сказали не больше двух раз. Если нет такого, что вы понимаете, что от промывания у него там кровоточат, например, то вы можете это делать три раза. Это просто водичка, ничего в этом страшного нет. Если мы понимаем, что частные промывания приводят либо к кровотечению, либо к тому, что он начинает чихать с кровью, тогда, конечно, мы это делаем реже. Почему? Потому что сейчас слизистая, вся утолщенная, рыхлая, все сосуды достаточно проницаемые, и любое наше резкое движение может вызвать один чих, может просто как носовое кровотечение быть. Поэтому сейчас посмотрим, как он будет на капельках. Где-то на пятый день вы мне дадите обратную связь, как у вас дела, и дальше оттуда будем писать, чем мы ему еще можем помочь. И как вы сделаете анализ, соответственно, вы тоже мне их пришлете, я вам прокомментирую и уже доназначу, откорректирую все то, что ему возможно. Это ветеринарная аппетика, да? В обычной. В обычной? В обычной медицинской, да. Да ты мой дорогой. Да все, я не буду к тебе приставать. Не знаю, может ему какие-то успокоительные надо. Почему он спокойный? Нет, он спокойный, но он начинает бояться, он только увидит меня, что я подхожу. Это все. Ну, просто потому что вы с ним в последнее время начали делать очень много-много процедур, которые ему тотально не нравятся. Кошки, им вообще не нравится, когда с ними что-то делаешь. Они пришли, когда им захотелось. Я позволяю меня погладить. И ушли, а дальше, ну извините. Поэтому, конечно, они уже такие отреченные старички становятся. Лежат, лежат. Ну, он даже мурлыкать перестал. Ну, он мурлыкать, он перестал, скорее всего, из-за того, и сейчас из-за проблем с дыханием. Поэтому так. Я сейчас вам 20 все напишу, и дальше будем на связи.